Доброе утро всем, кто только присоединился к нашей программе на календаре среда 11 января. Наши коллеги завершили эфир, ну а мы и продолжаем. Впереди еще много-много интересного. В глубине лесов и высоко в горах Юго-Восточной Азии исследователи обнаружили более 160 ранее неизвестных науке животных и растений. Они были найдены в Камбодже, в Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Мьянме. Теперь миру станут известны новые виды млекопитающих, рептилий и не только. Например, мохнатая летучая мышь и ящерица в бледно-голубую крапинку. Еще больше интересных фактов из мира культуры и науки ждут вас в новостях без политики. В шведском городе Готенбург нашли выгодное применение трехколесным электрическим авто. Теперь маленькие машины выполняют функцию такси в пределах центра. Для оживленного района это идеальное решение. Во-первых, никаких вредных выбросов. Во-вторых, компактность автомобиля позволяет быстро передвигаться по оживленным дорогам. Максимальное расстояние, которое пассажир может проехать на таком такси, чуть более двух километров. Подобные авто до сих пор неудобны для тех, кто вынужден ездить далеко. Батареи хватает на 70 километров, а потом требуется три часа подзарядки. В Тель-Авиве открылась необычная выставка. Главный экспонат на ней – копия торта, которым угощали гостей на свадьбе Елизаветы II и принца Филиппа. Инициатор экспозиции – проправнучка одного кондитера из Израиля. Он в октябре 1947 года помог восстановить разбившийся торт, который летел из Австралии в Англию в качестве свадебного подарка Елизавете II. При пересадке в Израиле коробки с десертом уронили, и торту, казалось, уже невозможно было вернуть прежний вид. Но на помощь пришел скромный кондитер по имени Шаул, благодаря которому подарок все-таки долетел до Лондона. Спустя 60 лет проправнучка мастера решила почтить его память этой выставкой. Правда, по архивам получилось восстановить только образ официального свадебного торта высотой 2,7 метра. Цирковые артисты выступили перед Папой Римским. Зал аудиенции Павла VI на несколько часов превратился в настоящую арену. Понтифик успел за это время поучаствовать в фокусах, познакомиться с попугаем и посмеяться над выступлением клоунов. Павел VI часто говорит о том, что артисты творят красоту, а это полезно для души. Поэтому уже третий год подряд в начале января Понтифик принимает циркачей из различных стран. Пять лет назад в Западно-Казахстанской области был открыт памятник известному киши народному артисту Казахстана Кали Жантлеову. 11 января 2013 года в Государственном музее искусств имени Аблехана Хостеева была презентована аудиокнига «Абай-45». Это уникальная версия слов назидания Абая Кунанбаева на русском языке. Сегодня во всем мире отмечается замечательный праздник – Международный день «Спасибо». Все знают, что слова благодарности обладают магическими свойствами. Они передают положительные эмоции и дарят радость. Более подробно о событиях этого дня в материале наших корреспондентов. В 1922 году 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого вылечили от диабета при помощи инсулина. В 1935 году Амелия Эрхарт первая в мире совершила одиночный перелет через Тихий океан. 10 января 1954 года родился живописец Кабдул-Голым Коржасов. 43 года назад в Кейттауне родились сразу шестеро близнецов. В 1989 году представители 149 стран подписали декларацию о запрещении использования ядовитых газов, химического и бактериологического оружия. В 2012 году в Астане открылась странствующая выставка «Экспо энд Экспос». Сегодня в мире отмечают День заповедников и национальных парков. Число 11 обладает большой магической силой. Оно символизирует баланс и равновесие. Так ли это? Точный ответ есть у нумеролога Айсулу Ахимовой. Доброе утро! Сегодня среда, 11 января 2017 года. Цифра дня по нумерологии 13, а цвет дня, который хорошо усиливает вибрации сегодняшнего дня в изумрудных и оттенках зелени. Это день общения и обаяния. Новые связи и новые знакомства могут принести удачное продолжение в будущем. При этом избегайте мошенников и финансовых рисков в первой половине дня. Займы и кредиты сегодня также лучше отложить на завтра. В целом, этот день очень благоприятен для обучения, для общения, для самообразования и для чтения. Все, что касается изучения иностранных языков, сегодня день способствует этому. Легкой середины недели вам и отличного настроения! В последнее время субаренда «Квартир» как бизнес активно набирает обороты, особенно если речь идет о мегаполисах. И сегодня у нас есть уникальная возможность получить консультацию специалиста. У нас в студии юрист Галия Болтенова. Доброе утро! Галия, доброе утро! Скажите, пожалуйста, что такое субаренда? Неужели это действительно выгодно? И чем она отличается от аренды? Если мы обратимся в законодательство, регламентирующее условия субаренды, то аренда – это признается пользование, владение арендованным имуществом в течение определенного срока и за определенную оплату. А субаренда – это передача арендованной недвижимости арендатором другому лицу согласия собственника. То есть, смотрите, если я снимаю в аренду квартиру, то по договору субарендой я могу сдавать ее дальше в аренду, если собственник согласен? Если собственник письменно предоставил вам согласие. Интересно. Договор субаренды является производным от договора аренды, но имеет некоторые свои особенности. Так, при заключении договора субаренды в качестве арендодателя здесь уже выступает арендатор, который, в свою очередь, продолжает нести свои обязанности по основному договору аренды собственникам недвижимости. Что нужно знать в первую очередь при сдаче квартиры в субаренду? В данном случае особо бдительным все-таки надо быть человеку, который принимает в аренду недвижимость. В первую очередь он должен введить сам основной договор, где обязательно должно быть прописано право арендодателя на передачу недвижимости в аренду. То есть, давайте так, если предположим, у Достена есть недвижимость, я ее беру в аренду и решила потом дальше сдавать ее в аренду, то вам нужно быть внимательно прочитать наш с ним договор, чтобы убедиться, что я вообще имею право сдавать ее в аренду. Совершенно верно, что действительно он имеет право передавать последующим данную недвижимость в субаренду. А теперь смотрите, вопрос такой. Если я, как человек, который уже платит аренду до Стену, как владельцу недвижимости, решила сдавать ее дальше, нужно ли мне как-то регистрироваться как индивидуальному предпринимателю или другим юридическим лицом? Да, к сожалению, многие, сдавая квартиру в аренду, не задумываются о том, что каждый полученный доход подлежит уплате налогов. И в данном случае это не исключение. Если сдача недвижимости в аренду носит регулярный характер, то, соответственно, арендодатель обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать один из налоговых режимов, который предусмотрен у нас законодательством. Налоговый режим, который я, наверное, здесь порекомендую все-таки, это на основе патента или на основе упрощенной декларации. В чем их отличие, я скажу вкратце. На основе патента арендодатель, то есть собственник жилья, передавая недвижимость в аренду, регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и оплачивает налоги 2% от предполагаемого дохода. Но в данном случае есть и свои риски, конечно. Сдавая квартиру в аренду и оплачивая налог в 2% от предполагаемого дохода, имеется риск, что потенциальные арендаторы съедут с квартиры, а арендодатель не получит соответствующего дохода. И останется с патентом, который закрывать очень сложно, кстати. Совершенно верно. И второй режим на основе упрощенной декларации. Здесь все очень просто. Собственник недвижимости, он оплачивает налог в размере 3% и читается и оплачивает налоги 2 раза в год. То есть раз в полугодие. Но нашим налоговым законодательством не запрещается также и не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при сдаче недвижимости в аренду. Но в данном случае физическое лицо отчитывается как физическое лицо по имущественному доходу. То есть оплачивает налоги в размере 10%. Галя, спасибо вам огромное за интересные и полезные советы. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня. Чтобы преодолеть ревность старшего ребенка по отношению к младшему, в первую очередь нужно обратить внимание на поведение первенца. Проявляет ли он агрессию, направленную против младшего брата или сестры. Следующий фактор – это каприза, отказ от еды и общения. Ревность, естественно, она может возникать и у старшего ребенка в первую очередь, потому что это он лишается дозы внимания, лишается своего статуса, единственного ребенка, лишается вот этой своей позиции в структуре семьи. А у младшего точно так же она может возникать. Почему? Потому что он, когда его сознание просыпается, вот в годик, в полтора, до годика иногда, когда он начинает первые слова говорить, он уже тоже старается занять свое место в семье. Причиной ревности между детьми может послужить разница в возрасте. Если ребенок старше другого больше, чем на три года, то первая позиционирует себя как личность. И в силу своего возраста ему сложно принять, что внимание родителей разделилось на него и на младшего. С погодками дела обстоят иначе. Между ними практически не возникает ревности, так как с рождения они привыкли к присутствию друг друга. Детские обиды помнятся всю жизнь. И даже во взрослом состоянии люди могут потом друг другу это припоминать. И поэтому здесь очень важно, чтобы родители не смеялись ни в коем случае над этим проявлением ревности, не подвергали это чувство девальвации. Когда мы его уменьшаем, а что там, ребенок не может так глубоко чувствовать, это вот только мы можем, мы уже взрослые, да? А на самом деле нет, ребенок еще острее ощущает. Чтобы старший ребенок не чувствовал себя брошенным, уделите ему немного времени. Пока младший, к примеру, спит, порисуйте, поиграйте с ним. Так малыш вновь почувствует полноту материнской любви и заботы. Если проблема не исчезнет, то ее необходимо более углубленно и планомерно разбирать с профессиональным психологом, посетив специальные встречи для мам. Мы называем такие встречи «завтрак с психологом». По сути, это не какой-то большой тренинг, небольшая консультация, а просто общение мам с психологом для того, чтобы напрямую получить ответы, которые волнуют наших мам. Есть определенный набор вопросов, которые чаще всего возникают у мам. Это вопрос соблюдения границ своих личных и границ ребенка, вопрос дисциплины, режима. И, конечно же, чаще всего возникает вопрос именно ревности. Вот чего не следует делать, так это указывать старшему ребенку на его возраст. Лучше вовлечь его в процесс ухода за младшим. При этом важно не забывать хвалить первенца, особенно когда он по своей инициативе общается с младшим, играет с ним или помогает одеться. Проявляйте больше внимания, ласки и сведите к минимуму критики и упреки. А главное, помните, что балансировать между малышами возможно. Дина нашла свой выход из подобной ситуации, при этом ей даже не пришлось сделать что-то необычное. Появлением второго ребенка это у нас проблема так возникла, в таком, наверное, немножко для нас глобальном смысле, потому что сначала дочь, ей было на тот момент 4,5 года, она, хоть она и очень сильно ждала своего братика, но так получилось, что первое время она очень сильно переживала. То есть первые две недели у нее была адаптация, она потеряла все свои самостоятельные навыки, там не могла сама не одеться, не обуться. Старалась при любом случае, например, ее брать с собой в магазин, ну то есть, например, младшего оставить дома, а идти только с ней. То есть это время мы с ней посвящали тому, что общались между собой, то есть выделяли личное время именно для нее. Научитесь правильно направлять детей, запишите их в различные познавательные кружки или на спортивные секции. Так круг общения детей увеличится и их внимание переключится на что-то иное. В Казахстане неправительственные организации играют немалую роль в демократических преобразованиях. На каждом этапе развития растет степень взаимодействия с государством. Наши корреспонденты расскажут о соотечественниках, которые живут под девизом «Мне не все равно». Союзу кризисных центров 16 лет. За плечами его сотрудников 130 реализованных проектов. Например, защита детей от жестокости и насилия, голос женщин Центральной Азии, общественная защита прав жертв торговли людьми. Самый популярный проект на сегодня – это национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи. Круглые сутки Зульфия Байсакова и ее команда помогают детям и взрослым разобраться в трудных жизненных ситуациях. «Мне не все равно», – говорит она. Более 300 тысяч звонков приняла служба номер 150 за последние полгода. Абоненты рассказывают о себе, о возникшей проблеме, и консультанты стараются помочь всем принять верное решение. «С четыре телефонных линии. Мы работаем в круглосуточном режиме. У нас есть ночные сотрудники, дневные сотрудники. Вот. И поступает звонок, берем его на себя, обрабатываем. То есть разговариваем сначала, записываем журнал во все реестры свои вносим, фиксируем. Ну и все, в принципе. Если человеку нужно куда-то перенаправить, то мы даем какую-то информацию, ну и, как бы сказать, отпускаем его с мира. Если же по нашей части, тогда мы, естественно, работаем с ним до самого конца. Если необходимо куда-то помочь, написать письмо, мы это тоже берем на себя, пишем письма, соответствующие органы, оказываем какое-то содействие». Темы для диалога разные. Бытовое насилие, вопросы суицида, конфликты во взаимоотношениях с родителями, друзьями, учителями. Есть среди абонентов и совсем юные. «Есть вот мальчик такой, шести лет, частенько остается дома один, но ненадолго. Как правило, после этого приходит мама и перезвонит, говорит, спасибо вам большое, что вы как бы не дали ему поскучать, не дали ему испугаться. Два дети звонят, стихи рассказывают. Просто звонят, рассказывают стихи. Ну, бывает тоже послушаем, а что делать. Не хочется как бы терять людей, чтобы таланты что-ли не погибали. Сказание, не жалко». Воспитание детей – дело не из легких. Бесспорно, основную роль в этом вопросе должны играть родители. За прошлый год по этой теме на телефон доверия поступило более 700 обращений. Еще одно из важных направлений деятельности НПО – профилактика правонарушений в отношении женщин, детей, стариков и инвалидов. «Профилактика правонарушений происходит, ну, во-первых, у нас несколько направлений. Это разговаривать с самим населением и у населения формировать нелевую терпимость в отношении насилия, которое имеет место быть в обществе. Человек не должен быть сторонним наблюдателем. Он должен сообщать о фактах, принимать активное участие в выявлении таких вот фактов или проступков. Конечно же, сообщать в соответствующие органы или звонить на телефон 150. Следующий момент – это формирование правильного, позитивного понимания у самых представителей государственных структур, особенно правоохранительных органов. Мы проводим большое количество тренингов, семинаров, где мы их обучаем тому, как нужно работать с населением, как нужно терпимо относиться с учетом физиологических особенностей». Союз кризисных центров – это профессиональная сеть. В нее входит 16 организаций из 11 регионов Казахстана. Деятельность НПО направлена на продвижение защиты прав человека. «Очень много издаем буклетов, листовок, чтобы дети могли рассказывать взрослым, а взрослые могли их слышать и слушать. Вот если это будет происходить в нашем обществе, тогда мы можем изменить и сформировать ту культуру ненасильственных отношений, которая позволит нам войти не только в 30-ку, но и в 20-ку и в 10-ку конкурентоспособных государств». На ближайшее будущее у Зульфии Байсаковой и ее коллег много планов. Все эти проекты, уверены сотрудники центра, будут успешно реализованы. К пяти годам ребенок активно использует в своей речи более 2,5-3 тысяч слов. Да, смышленые дети радуют своих родителей, а наши балапанчики радуют всех наших телезрителей. Встречайте! Жемчуг — это такие белые камни, из которых бусы делают. Жемчуг — это который выходит из ракушки, белые шарики. Это кристалл. Жемчуг — это белые уши, которые одеваются на шею, в ракушках, подворьем. Жемчуг — это украшение красивое. Жемчуг — это алмазы блестящие. В мире много странных, и они поэтому на разных языках разговаривают. Потому что у них есть свой народ. Потому что они в разных городах живут. Англичане, русские, китайцы. Потому что у них разный народ. Потому что это разные страны. Потому что есть разные страны, поэтому... Такая земля, которая очень далеко находится. Там всегда холодно, там всегда зима. И там живут одни пингвины. Там живут разные животные. Белые медведи, пингвины. Это горы, волк, зайчик и всё. Это только материк. Народ тингвинов и медведев. Чтобы снимать. Люди не знают, что снимают, и их специально не трачат. Магазины и банки. Когда ограбляют банк, забирают сопровождение, тогда сигнализации, политочки приехали и арестовали. Скрытая камера – это камера, которая не видна. Она нужна, чтобы кого-то следить. Смотреть. Это там снимают всё. Как ведут себя дети. Медики уверены, первая помощь при инсульте помогает спасти жизнь человеку и избежать тяжёлых последствий. О том, что члены семьи могут сделать до приезда скорой помощи, нам расскажет кардиолог Гульзада Нургалеева. Доброе утро. Гульзада, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня у нас в студии. И говорим мы на такую тему инсульт. То есть это кровоизлияние мозга. А какие признаки инсульта первые? Ну, вы правильно дали определение, облегчили, как говорится, мою участь. Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения. Конечно, это очень многоликое заболевание. Всё зависит от того, какая площадь мозга поражена. То есть какой диаметр артерии, который снабжает головной мозг, поражён. И отсюда, конечно, разнообразие клинических симптомов. Но, тем не менее, есть такие симптомы распространённые, можно сказать, классические симптомы, о которых должен знать каждый человек на сегодняшний день. Почему? Потому что инсульт приводит не только к потере трудоспособности, но и зачастую, конечно, и приводит к смерти человека. Поэтому известны так называемые… Ну, то есть признаки заплетаются речи, зуб. Да, или зуб называют. То есть это надо попросить человека, чтобы он заговорил. Первое, значит, что обращается, естественно, на речь. Если разговор, речь невнятная, смазанная, трудно произносит слова, это, конечно, признак инсульта. Второе, что надо попросить человека – улыбнуться. В это время обращает внимание на угол рта, так называемый. И та сторона, которая повреждённая, опущен угол рта на этой стороне. Это тоже достаточно заметный симптом. И третье просят поднять руки и удержать. И опять-таки на поражённой стороне эта рука непроизвольно, она падает. Ну и причём та сторона, которая поражена, значит, противоположная сторона до головного мозга. Да, безусловно. Если он падает правая рука, то вся сосудистая катастрофа происходит в левой доле головного мозга. Вы знаете, я думаю, что головной мозг состоит из больших двух долей. И кровоснабжение происходит в бассейне. Каратидный, так называемый, кровоток. И базилярный. Давайте теперь поговорим о значении доврачебной помощи при инсульте. Значение доврачебной помощи имеет огромное место в развитии инсульта. Так как если правильно, грамотно, профессионально произвести доврачебную медицинскую помощь, считается, что восстанавливается даже нарушенное мозговое кровообращение или, в общем-то, последствия намного легче. Ну и, естественно, и летальность, конечно. Вот это как конечная точка инсульта. Гульзада, тогда поговорим о необходимых действиях, если у кого-то из членов семьи случился инсульт. До приезда скорой помощи, ну, я вот как назвала вот это вот, три действия, которые должен знать каждый человек, не только медработник. И если хотя бы один из этих позиций положительный, то есть вот я просила улыбнуться там, подержать, вытянуть руки и держать, удержать и заговорить. Если даже один из этих симптомов есть у данного человека, значит, есть большое подозрение на инсульт. В это время надо сделать вызов скорой помощи. До приезда врача оказывается следующее, значит, мероприятие. Во-первых, надо создать этому человеку покой. Его уложить. Уложить его таким образом, чтобы голова и верхняя часть туловища было приподнято примерно на 30 градусов. Это считается профилактикой отёка головного мозга, чтобы был хороший венозный отток. Второе, что надо, это, конечно, освободить шею, чтобы дыхание было хорошее. Значит, открыть там форточку, доступ свежего потока, свежего воздуха. Если есть галстук, снять галстук. Если воротничок застёгнут, расстегнуть, освободить, в общем, шею и верхнюю часть туловища. Следующее, если он в бессознании, тогда надо проверить ротовую полость. Нет ли в ротовой полости слизи накопления, нет ли рвотной массы. Если есть рвотная масса и слизь, просто взять носовой платочек и почистить ротовую полость. В это же время используется так называемый триада сафари. Запрокинуть голову максимально назад, открыть рот и выдвинуть нижнюю челюсть вперёд, для того, чтобы не западал язык и был хороший доступ к кислороду, дыхании. Также снять надо зубные протезы, если есть. Ни в коем случае не давать пить, ни в коем случае не давать лекарства, чтобы не задохнулся человек. Также, если следить за функцией жизненно важных органов, это следить за дыханием, следить за сердечной деятельностью. Если, конечно, имеет место быть остановка дыхания, остановка сердечной деятельности, то человек должен уметь оказывать реанимационные мероприятия. То есть сердечно-лёгочную реанимацию. Это непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Гульжада, прям курс молодого у нас бойца-санитара. Спасибо вам большое за полезную информацию. Будем следить за здоровьем нас и наших близких. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо вам большое за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо вам большое за просмотр! Спасибо вам большое за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»